Всем привет, дорогие друзья! В этом видео мы поговорим с вами о самых частых ошибках, которые мы совершаем в произношении в английской речи. Меня зовут Анастасия. Это канал Puzzle English Life. Поехали! Итак, первая самая распространенная ошибка, которую мы все делаем, это оглушение звонких согласных звуков в конце слов. Почему мы это делаем? Потому что это свойственно нашей русской речи. Например, вместо того, чтобы говорить слово гриб, с вот этим звонким б на конце, мы его оглушаем и говорим гриб. И поэтому, естественно, мы это переносим и в английскую речь. Но в английском такое не нужно делать, только в некоторых случаях в потоке речи. Сейчас об этом мы не говорим. Поэтому, когда вы говорите слово, например, dog, собака. Не оглушайте вот этот последний звук г. Чтобы потренировать, попытайтесь замечать, как вы произносите эти слова. И вообще попробуйте себе выписать список слов, которые оканчиваются именно на звонкие согласные звуки, такие как г, з, дж. И вот прям тренируйте их, чтобы они у вас доходили до автоматизма. И можете даже преувеличивать эти звуки, когда вы их произносите. Да, прям dog, dog, dog. Да, чтобы у вас привык вот прям память, вот эта вот мышца в вашем артикуляционном аппарате, да, запомнила, что эти слова произносятся именно так. Да, например, если вы скажете там, я не знаю, I love my dog. Да, dog – это вообще палуба. Да, и как бы у человека может возникнуть вопрос. У тебя есть яхта, прокатишь там, да? Ну, это я утрирую, конечно, да? Поэтому следите за этими словами, да? Потому что dog и dog – разные слова. Так же, как и pig и pig – да, совершенно разные слова. Вторая ошибка, которую мы тоже очень часто совершаем – это дифтонги. И ошибка именно в произношении вот этих вот слов. И я замечаю, что именно, ну, вот мои студенты, в частности, делают очень часто ошибки в таких звуках, как краткий – о, долгий – о, и дифтонг – о. Смотрите, во-первых, всегда консультируйтесь со словарем, дорогие друзья. Сейчас вообще во всех словарях есть замечательная транскрипция. Вы можете даже послушать, да, как произносится слово. Можете также зайти на наш сайт Puzzle English. У нас там тоже есть видео, посвященное произношению, где мы разбираем вот такие вот сложные случаи. Смотрите, например, возьмем два слова – ball, да, мяч, и bowl – bowl, да, это миска, например, салатная или для животных тех же самых. Совершенно два разных слова. Но если вот вы во втором слове – bowl, да, миска, не произнесете этот дифтонг, да, возможно, возникнет недопонимание, опять же, в разговоре, да, или, например, в таком слове, как caught, да, это прошедшая форма от глагола catch – ловить, да, и слово coat – пальто. Совершенно два разных слова – caught и coat. Да, поэтому, опять же, словари вам в помощь, запоминайте такие слова, тренируйте их, произносите их, можете даже записывать себя на диктофон, да, чтобы улавливать, где вы неправильно произнесли это слово. Вот, дальше, естественно, наша самая главная боль – это долгие и краткие звуки в английском языке. Опять же, дорогие друзья, у нас есть видео, да, на Puzzle English, которое вы можете посмотреть, да, и понять, как эти краткие и долгие звуки произносятся. И есть еще очень классный ресурс у BBC Learning English. У них есть, прямо если зайдете на их сайт, у них есть там раздел с произношением pronunciation, и там они как раз разбирают эти звуки, и вы можете посмотреть, да, как, какое положение у нас занимает язык, как у нас ставятся губы, да, чтобы правильно произносить. Потому что, опять же, например, если я скажу слово bitch, это обидненько, а вот beach – это совершенно уже прекрасное место. Правильно? То же самое, как с британским произношением слова can't, да, которое отрицание, да, cannot, can't, да, нам нужно обязательно потянуть. Ребят, потяните вот хотя бы две секундочки. Can't – и у вас уже получится другое слово, нежели чем can't, которое тоже очень оскорбительное слово в английском языке. Поэтому тоже за этим следите. Вот, дальше, естественно, тоже еще наша очередная головная, или, я не знаю, ротовая боль – это произношение таких звуков, как the и the. Дорогие друзья, не стесняйтесь высовывать свой язык. Не стесняйтесь этого делать, потому что, ну, потому что эти звуки существуют в английском языке, и часто тоже, когда вы их неправильно произносите, может возникнуть какая-то путаница, да, опять же, в диалоге, да, с каким-то человеком, особенно если этот человек не носитель. Носитель-то ваш всегда поймет. Смотрите, давайте сначала запомним, когда мы произносим вот это буквосочетание th как the, а когда как the. The мы произносим в служебных словах. Это, например, те же самые артикли, как артикли the, или указательные местоимения this, that. Служебные слова не имеют никакого значения, да, мы не можем их объяснить, да, ну, что значит артикль the? Да, он просто выполняет грамматическую функцию в предложении. И также мы произносим этот звук как the в словах, когда это буквосочетание встречается между гласными звуками, например, как слово sunday the, да, загорать. Вот здесь мы произнесем тоже как the. А the мы произносим во всех остальных случаях, то есть во всех словах, которые уже имеют значение, когда этот звук не стоит, да, между гласными звуками. Например, как слово bath, ванна, или think, думать. Окей? Тоже следите за этим моментом. И еще, кстати говоря, хотела обратить в этом же моменте на два слова, как cloth, тряпочка, на которой мы вытираем что-нибудь. Cloth, да, здесь у нас будет звук th на конце. И слово clothes, одежда. Не произносите, пожалуйста, это слово как clothes. Это неправильное произношение. Можете произносить как clothes, да, мы сначала ставим язык на the, и потом резко уходим на the, clothes, clothes. Но если у вас не получается, в быстрой речи допустимо произношение просто close, да, как закрывать, да, и все у вас нормально, вас поймут, да, из контекста, о чем вы говорите. Вот, да, запомните, что мы произносим это слово именно так. И последнее, на чем я хотела остановиться в данном видео, это произношение артиклей. Смотрите, у нас есть артикль a, да, который именно в ударной форме произносится как a, а когда мы не делаем на него ударение, он будет произноситься как a, a. Это звук шва, когда мы все расслабляем, да, и просто как будто выдавливаем из себя воздух. Например, I talked to a man. I talked to a man. I talked to a man. Да, я не говорю I talked to a man. I talked to a man. A man. A man. Окей? Да, я поговорила с каким-то мужчиной. Или если, например, не знаю, вы сказали эту фразу, да, I talked to a man, и кто-то вас спросил, с кем, с кем ты поговорила? И вы повторяете, здесь у вас уже ударная форма этого артикля будет. I talked to a man. Да, a. Вот это ударное слово этого неопределенного артикля. С артиклем the у нас примерно похожая история. Смотрите, если у нас the стоит между, ой, не между, а перед согласным звуком, например, the table, the table, мы произносим его как the, и дальше у нас идет звук шва. The table. Не, the table. The table. The table. Если же у нас этот артикль идет перед гласным звуком, например, перед apple, да, apple, э, гласный звук, тогда мы его будем произносить как the, the apple, the apple, the table, the apple. Вот такие дела у нас на сегодня. Надеюсь, вам это видео понравилось и было полезным. Возможно, вы что-то почерпнули новое. Очень надеюсь. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Обязательно приходите на наш сайт. Там куча всего интересного. И до новых встреч. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok